Идея, с чего начать, на самом деле, у нас была давно. Нам захотелось сделать что-то в виде олдскульной, наверное, какой-нибудь игры. По ощущениям, не по механикам, конечно. Мы ориентировались, возможно, даже на игры серии героев «Магия и меча». Много играли в карточные игры, то есть глобально начинали с «Magic the Gathering», также ориентировались на «Tronbreaker», «Darken Dungeons», конечно, стоит упомянуть, потому что многие наши комьюнити упоминали эту игру в виде похожести, стиля. На тот момент вышла очень популярная игра «Play the Spar». Наверное, многие наши игроки ее знают. Она нам тоже очень нравится, очень интересная и захватывающая игра. Собственно, вот из этого микса, большого такого, у нас появился концепт «Deck of Ashes». Многие члены нашей команды — большие любители классических старых игр, особенно ролевых, поэтому нам всегда хотелось сделать нечто подобное. Интересный игровой опыт в мрачном фэнтезийном сеттинге, где игрок сам полностью развивает своего персонажа. Пробует различные игровые тактики и делает это все в каком-то постоянно меняющемся окружении. Плюс, конечно же, мы хотели сделать актуальную современным тенденциям игру, и вот совокупность этих желаний как раз и привела к тому, чем является «Deck of Ashes». Мы хотели создать очень большую вариативность игры. Вследствие этого мы придумывали новые фишки. Ну, например, достаточно, как нам кажется, нестандартный ход для карточных игр — это открытый мир, куда ты можешь выбирать, куда ты ходишь, ищешь ресурсы, либо сражаешься, либо открываешь какие-то новые области для себя. То же самое мы постарались передать в геймплее из-за фактически двух колод, которые у тебя есть. Собственно, сама колода пепла, которая и дала название всей игре «Deck of Ashes». Это наша фишка, с которой все началось. У нас, когда вы разыгрываете свои карты, они не просто так сами по себе потом восстанавливаются, а попадают в так называемый сброс, ту самую колоду пепла. При этом многие карты имеют уникальные механики, которые работают только из колоды пепла, когда они туда попадают. Соответственно, получается, что у игрока не одна активная колода, а целых две, которые он постоянно должен по-всякому тасовать. И это, можно сказать, креугольный камень всего нашего геймплея, то, с чего вот вся идея игры и пошла. Поскольку это наш первый большой проект, мы хотели побыстрее получить отклик от игроков. И, в общем, цель была создать хотя бы одного играбельного персонажа, чтобы начать общаться с комьюнити, получать фидбэк. Мы планировали выпустить первым Слая. Это наш предводитель нашей банды, участники которой, собственно, являются всеми играбельными персонажами. Мы хотели с него начать нашу историю. Мы его сделали, приступили ко второму. И поняли, что нас не удовлетворяет качество. И, как итог, первым нашим героем вышла Люция, наша пироманша. И, в общем, Слай вышел вторым через пару месяцев. Мы уже достаточно сильно переделали его, улучшили его комбинации, его механики. И он нам больше нравился в той версии, в которой, конечно, он сейчас присутствует в игре. Сложнее всего, пожалуй, было остановиться. Было огромное количество идей, огромное количество вариантов того, с чем можно выпустить игру в ранний доступ. То есть, сколько игровых героев, сколько монстров, сколько карты различного дополнительного функционала. Но мы понимали, что если мы будем распыляться сразу на всех, то это может в худшую сторону отразиться на качестве. А создание именно качественного продукта было для нас приоритетной целью с самого начала разработки. Поэтому, когда мы сделали играбельную основу, когда в игру действительно стало интересно играть, и можно было пройти сюжетную линию за одного персонажа от начала и до конца, мы решили, что будем с этим выпускаться. И уже к этой базе мы будем постоянно производить различные дополнения и улучшения. Первая реакция игроков на Deck of Ashes, на удивление, была очень позитивной. Большинству понравилась наша задумка, наш арт-стиль. Было реально очень много отзывов первую же ночь запуска. И я помню, как до утра отвечали на вопросы, фиксировали какие-то пожелания, предложения, подсказывали механики, потому что изначально, понятно, у нас было не все, может быть, детально описано и сразу понятно. Мы подсказывали сочетание карт, ну и собирали баги, куда же без этого. Всем очень нравилась быстрая реакция разработчика и быстрые ответы. Нас очень сильно за это хвалили, и было очень много позитива, связанное с этим. У нас возникла действительно потрясающая комьюнити, которая очень активно формировала итоговый облик игры, какой они сами хотели ее видеть. С примеров масса был момент, когда игроки захотели большую продолжительность игры, возможность собирать большую колоду, и мы ввели в игру подземелья, которую игроки могли защищать и получать дополнительную прокачку за счет этого. Были также введены расходуемые предметы, был создан полноценный новый режим игры, режим пустоши. Ну а про более мелкие какие-то балансные прав и переделки боссов, например, там даже говорить не буду, потому что они были и были очень часто. То есть, по сути, получалось, что мы выпускали контент, о котором нас просили. И также тот контент, что у нас самих был в планах разработки, и очень часто эти вещи пересекались. То есть, мы действительно были на одной волне с нашим сообществом очень часто. И, конечно же, это позволяло нам понять, что мы движемся в правильном направлении, в натяжении разработки. На данный момент мы уже практически... наша игра уже готова. Она находится сейчас у издателя. Проходит этап маркетинговых всяких вещей, которые нужно сделать. Игроки, которые придут к нам на релиз, получат дополнительно достаточно много нового контента. Это будет четвертый герой полностью со своей историей, своими механиками, за прохождение которого, собственно, закроет всю историю. Также мы дополняем некоторые фишки. Например, тот же наш Баквоин. У него будет дополнен плюс новый архетип. Он будет немножко перебалансирован, опять-таки, по пожеланию нашего комьюнити. Также ожидается новая русская озвучка, которую тоже у нас просила русскоязычная часть сообщества очень сильно. И чтобы отблагодарить всех наших игроков, кто уже был с нами на протяжении всего этого долгого времени раннего доступа, мы готовим особое издание первого дня, которое будет включать в себя дополнительные цифровые арты, нарисованные нашими художниками специально для фулл-релиза. Будет включать в себя дополнительные скины с небольшими игровыми бонусами. И это издание первого дня для наших прежних пользователей будет абсолютно бесплатно. И также его можно будет приобрести еще в течение двух недель по регулярной цене. Мы смотрим на тех, кто уже играет в нашу игру в Deck of Fashes и понимаем, что работали не зря. Мы надеемся, что после выхода из раннего доступа к нам придут новые игроки, и им тоже понравится наше видение жанра карточных игр, наша эволюция этого жанра. И мы очень сильно старались и вкладывали нашу душу. И опять-таки мы очень горды тем, что мы все-таки доделали этот проект. Это было сложно, долго, но мы очень счастливы этому. Поэтому спасибо всем и увидимся в игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok